Лидера незарегистрированной партии ОЛГА Владимира Козлова перевели в одну из колоний Алматинской области. До этого оппозиционер полтора года отсидел в Петропавловской тюрьме. К 7,5 годам лишения свободы его приговорили в отместку за помощь бастующим нефтяникам Женаузена, обвинив в разжигании социальной розни. Уголовный кодекс Казахстана уникален. Статья 164 только тут считается политической. Ни в одном цивилизованном государстве подобной попросту нет. Запросы на перевод Владимир Иванович писал несколько раз, но всегда получал отказ. На такое снисхождение уже никто и не надеялся. Накануне политзаключенный вновь обратился с аналогичной просьбой. Пришел до боли знакомый ответ. Мест нет. Но спустя день для Козлова все-таки нашлись нары. Любые действия наших властей это, конечно, уступка, это, конечно, договоренность. Просто так они ничего не делают. То есть мы со своей стороны, то есть Казахстан со своей стороны, допустим, перевод в колонии-поселение. Слышали, да, что женаузенцев перевели в колонии-поселение. Нас вот перевели под Алмату. Это, конечно, такое, мое, конечно, мнение, что это был какой-то некий торг. Мы сделаем так, а вы, в свою очередь, сделайте, чтобы, не знаю, опять-таки по резолюции. Резолюция Европейского парламента от 13 марта в очередной раз доказала. Казахстан абсолютно не соответствует мировым стандартам в соблюдении прав человека. Причем в этом году положение диктаторского государства в этом вопросе только ухудшилось. Между тем Ельбасы собрался в Гаагу. Для него по сей день маячит надежда сделать республику респектабельной, разместив на ее территории банк ядерного топлива. Это политический и имиджевый проект, который покажет всему миру, что Назарбаев способен обеспечить безопасное хранение чужого материала. И поэтому, чтобы получить поддержку в этом вопросе, лидеру нации требовалось выглядеть кристально чистым. А тут оппозиционер Козлов в очередной раз подал прошение о переводе в другую тюрьму. К чему отказывать аккурат перед поездкой в Гаагу. Все лидеры постсоветских стран имеют болевые точки в плане критики со стороны международных организаций. И учитывая, что господин Назарбаев поехал на Гаагу, и, наверное, он не захотел услышать вопросы о политических заключенных, тем более Европарламент постоянно поднимает устои содержания господина Козлова, он, видно, решил сделать маленький жест о переводе его по месту жительства. Колония под Алматы кардинально отличается от той, где Владимир Козлов уже провел полтора года. Она своего рода образцово-показательная. Находится рядом с южной столицей, и иностранных гостей на экскурсию водят именно туда. Но любая тюрьма все равно остается местом лишения свободы. Поэтому соратники Козлова не спешат называть смену дислокации оппозиционера победой над режимом. В нашей стране носащий патриот должность, его дорога неизбежно приводит в тюрьму. Это вот диктаторская сторона, вот это неминуемый закон. Это да, я об этом говорил давно. Это так оно и есть получается. И каждого человека, который попадает под арест даже, я вот обязательно поздравляю, я обязательно обнимаю его, обязательно говорю теплые слова, потому что для меня на сегодняшний день это признак того, что ты перешел какую-то грань. И на самом деле я тебя могу считать таковым патриотом. Сейчас Владимир Козлов находится в карантинной зоне. Через пару недель его навестит супруга Алия с маленьким сыном Аленом. Для них это настоящий праздник, ведь дома любимый муж и отец появятся не раньше, чем через 6 лет. Если, конечно, Назарбаев не помилует его перед утверждением очередного невероятного проекта. Субтитры создавал DimaTorzok